всем привет и хорошего настроения друзья не оставляет меня чего-то последние дни фото какое-то такое фотоисторическое настроение и вот прошлый обзор вы помните был посвящен фотоаппарату киев 19 который недавно появился в нашей коллекции и вот на этой волне стал рассматривать имеющиеся у меня различные старые фото объективы подумал они присобачили мне допустим какой-нибудь из них тому же киеву 19 и попробую сейчас популярно это на волне так сказать современной нынешнего дня использование старых объективов для в общем-то выполнением экспериментальных видов съемок различных вот посмотреть что получится если мы так сказать используем имеющиеся объективы снимают чем только они снимают ландшафтными линзами там ахроматами а планатами и т.д. и т.п. вот у меня есть некоторое определенное количество старых объективов я тут немножко углубился в литературу которая у меня собрано тоже довольно большое количество по фотографии далеко не все конечно здесь представлено вот и решил попробовать ну допустим для начала внедрить вот такой вот объектив который я в прошлом обзоре тоже показывал как-нибудь его присобачить к нашему киеву и попробовать что из него получится на пленке а также как бы используя переходник соответственно поскольку у киева у нас bayonet tpf никоновский да вот то можно соответственно попробуйте на цифровую зеркалочку поставить этот объектив и с ним по экспериментировать и так давайте коснемся того что вот у нас собственно есть для тестирования у меня вот имеется такой объектив pronto я не знаю марка эта модель или что к сожалению информации по нему конкретно по нему в интернете я не нашел фирма pronto известная там есть объективы на другого типа производитель здесь указан си фрейдерих мюнхен про фрейдериха в мюнхене тоже кое-что написано вот но конкретно этот объектив который вот pronto это вероятно марка а вот си фрейдерих это видимо производитель а модель коригон анастигмат с значит диафрагма него максим минимальная пардон три с половиной так сказать максимально максимально конечно максимально ошибаюсь поправляете если что f3 с половиной и фокусное расстояние 7 с половиной сантиметров то есть ну такое немаленькое я думаю великовато будет для установки вот вплотную к этой камере зеркало будет мешать но будем чего-нибудь думать придумывать так сказать и сейчас я расскажу вам подробно своих мыслях по этому поводу что можно сделать вот видите диафрагма работает собственно говоря по сути дела это не объектив чисто в полном смысле этого слова то что мы с вами сейчас видим то что вот я сейчас держу в руках давайте его подсвечу это целый симбиоз и комбинации это затвор центральный затвор вот видите как он срабатывает чик-пык чик-пык да центральный затвор в оправу которого встроен объектив вот этот самый вот этот самый анастигмат анастигмат коригон коригон да и соответственно он же оснащен диафрагмой вот здесь имеется у нас устройство для так сказать регулирование диафрагмы надеюсь видно расширяется сужается отверстие данного объектива относительное отверстие вот я не буду вдаваться в теории опять-таки повторюсь мой рассказ мой обзор не претендует ни в коей мере на академичность изложения поэтому говорю так как знаю так сказать и извиняйте за ошибки неточности сожалению шкала вот здесь на его так сказать лицевой стороне так понимаю что это верх объектива она несколько подстерлась шкала диафрагм вот от времени ну надо думать потому что объектив я думаю 30-х а может 20-х годов выпуска давайте буду называть объективом хотя это на самом деле скажем так такой симбиоз объективы и затвора вот она минимальная диафрагма с трудом можно разглядеть что это порядка сейчас давайте поглядим приблизительно 16 16 то есть 1 16 отверстием а вот и соответственно как было заявлено максимальное открытие диафрагма вот такое до соответствует значит относительному отверстию 3 с половиной до 3 с половиной но не самое большое есть объективы и с меньшим есть и 2 и 8 вместе 2 есть и 1 и 8 современный возьмем допустим имеющийся у меня объектив мир а кстати он тоже не самый светосильный у него относительно отверстие кстати такое же три с половиной три с половиной интересно а вот объектив допустим индустар 50 применявшийся на многих зенитах у него относительное отверстие где она вот она здесь у нас да а тоже три с половиной то есть они все такие светосилы не очень большой обладают интересно чем у нас скажем так характерен геллиот 44 очень известный распространенный объектив он у нас имеет ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты так нет это метраж а диафрагма вот у него относительное отверстие уже получается побольше вот минимум максимальная 2 двоечка то есть вот так вот у нас на двоечке будет вот ну а минимальная конечно 16 тоже 16 вот таким образом работает диафрагма у гелиос она у него кстати прыгающий если мы отключим этот рычажок диафрагма у нас меняться при перестановке не будет видите кручу кольцо не меняется а меняться она будет только при срабатывании затвора то есть нажимается специальным рычажком вот это вот штучечка и диафрагма наша радостно прыгает так называемая прыгающая диафрагма вот ладно ближе так сказать к телу вот посмотрим что мы можем сделать с нашим замечательным объективом вероятно он такие трофейный доставшийся нам видимо но я думаю не по репарациям а возможно чей-то прадед или дед привез камеру с этим объективом с войны камера потом погибла наверное объектив остался вот красиво оформленный ничего не скажешь черная эмаль блестящие рисуночки на нем все надписи практически кроме шкалы и вот диафрагм сохранились вот здесь мы можем видеть его логотип эй джи си три буковки это видимо логотип фирмы пронта вот ну мюнхен это германия понятно то есть объектив этот еще помнит дедушку гитлера да вот такой вот интересный на что он мог ставиться вот у меня в коллекции есть несколько камер такого гармошечного типа да вот и как раз на одной из них которая к сожалению название которые определить не смог она имеется но камера очень таком плачевном состоянии вот здесь что-то про нее написано вижу только первую тревогу билл билл что-то такое билл на ней стоит такого же примерно типа симбиоз объектива затвором вот и называется он аква анастигмат джестар какой-то f8 и 8 вот фокусная да то есть ничего себе такое убогонькая фокусная относительно отверстия фокус на отверстие 16 да действительно смотрите-ка по диафрагме 16 11 8 и 8 то есть сила вообще ни о чем ну и объектив конечно маленького отверстия всего три значения диафрагмы да смешной фотоаппаратик то есть этот на порядок лучше и больше объектив вон оно что то есть вот на такого плана аппараты гармошечные ставятся такие объективы симбиозы вернее как бы агрегаты даже назовем симбиоз объектива центрального затвора и соответственно диафрагмы вот помимо всего прочего он даже еще у нас оснащен как оказалось и автоспуском то есть вот есть такой рычажок который мы взводим сейчас попытаюсь его взвести не очень удобно взводу вот взводим вот ставим выдержку какую-то моментальную одну из трех сто пятьдесят либо двадцать пять вот в данный момент поставили 100 и нажимаем спуск слышите тикает сработал надеюсь видели да вот в таком маленьком корпусе немецкие технологии тех времен совмещали много всего интересного вот здесь имеется кольцо такое накидная гайка видимо которой он как крепился к вот этому меху на своей камере на какой камере он стоял сейчас уже конечно мне не определить вот на какой-то вот такой подобный пленочный вероятно а может и на пластиночной фотокамере вот я все вам анастигмат да анастигмат что такое анастигмат давайте обратимся к замечательному практическому руководству по фотографии 1934 года автор л давид не знаю кто такой вот замечательная книга правда у меня несколько потрепанная ну в лет и но государственное издательство легкой промышленности ее издало в тридцать четвертом году и вот на странице 33 30 пардон раздел про объективы начинается вообще там в самом начале тут очень подробно про оптику расписаны проходы лучей как все это работает замечательных несколько кстати интересно посчитать зависимость светосилы объектива диаметра объектива при одном и том же фокусном расстоянии вот светосила объектива мы поняли зависит от диаметра объектива и фокусного расстояния вот вибри диафрагм какие-то смешные тут представлены вот и простейшие объективы монокль на которые до сих пор еще снимают как бы сейчас пытаются получить снимки с такими расплывчатыми краями что такое монокль двояко выпуклая линза короче в оправе а еще мениск выпукло вогнутая линза вот это объективы так сказать с определенными недостатками ландшафтная линза то есть здесь склеены две линзы двояко выпуклая и двояко вогнутая перископ опланат вот уже пошла тема ближе объективы как пишет данное издание сложные объективы разделяются на три главные группы перископы объективы несовершенные но также пригодные для работ опланаты очень хорошие объективы и онастигматы совершенные объективы то есть нас объектив онастигмат относится к совершенным объективом вот перископами называются симметричные двойные объективы вот он нарисован с неахроматическими линз, не ахроматическими линзами. То есть перископы, вероятно, искажают хроматические искажения. Но это тема отдельного разговора. Хроматические, значит, цветовые. Недостаток перископов состоит в том, что они, как и все неахроматические линзы, дают светорассеяние. А планаты. А планатами называются двойные объективы, симметрические половины. Вот она, планат которых состоят из ахроматических линз и которые даже без диафрагмы дают посередине пластины резкое изображение. Ага, еще на резкость влияют. То есть у перископов, у ландшафтных линз, края изображения расплощатые, а у планатов соответственно лучше с точки зрения резкости. Анастигматы представляют собой наилучшим образом исправленные объективы, к которым могут быть предъявляемы наибольшие требования в отношении величины поля резкого изображения и светосилы. О, гордимся. Имеем анастигмат. Вот имеются различные виды анастигматов, оказывается. Склеенные А. Значит, А. Симметричные склеенные, то есть он состоит из симметричной группы склеенных линз. Склеенные линзы помогают получать неокрашенное по краям изображение. Б. Симметричные, не склеенные, то есть тут линзы между ними и воздушный промежуток наблюдаем. И С. Объектив типа триплет. В этой книжке расшифровка понятия триплет не указана, поэтому я, так сказать, обратился к сети интернет и там нашел следующее определение объектива триплет. Триплет Кука. Тип фотографической объектива, состоящий из трех линз, отделенных друг от друга воздушным промежутком. Рассчитан в 1893 году Гарольдом Тейлором для фирмы Кук. И запатентован в 1894 году. Представляет собой не симметричный анестигмат. Я вот склоняюсь к мысли, что этот объектив у нас триплет. Потому что триплеты применялись очень долго и применялись в принципе даже уже в таких более менее современных камерах, таких как силуэт электро, смена 8М и т.д. и т.п. Триплет представляет собой не симметричный анестигмат с исправленными в пределах некоторого угля поля изображения, а стигматизмом и кривизной поля. Апритурная диафрагма, как правило, между второй и третьей линзами. То есть вот здесь изображено, как вы видите, диафрагма как раз между второй и третьей линзами. Это линза передняя. Линза плоско-выпуклая, линза задняя плоско-выпуклая, двояко-вогнутая линза в центре и между линзами диафрагма. Ну вот, я полагаю, что у нас состоит из таких же частей. То есть здесь имеется вот это, для наводки на резкость применяется передняя плоско-выпуклая линза, на которой нанесена, на оправе которой нанесена вся эта маркировка. Сзади имеется вторая плоско-выпуклая линза, ну а между ними находится, если вам видно, диафрагма. Сейчас я его открою. Здесь есть интересная выдержка, которая отсутствует у многих современных фотоаппаратов. Выдержка Т. То есть буковка Т, она обозначена, постоянная. Нажимаем ее, и объектив у нас все время открыл, пока мы снова не нажмем рычажок спуска. Вот она диафрагма, вот вы видите, она находится как раз между второй и третьей линзами, если считать головной. То есть это у нас анастигмат, вот тип триплет, со всеми делами. Линзы у этого объектива совершенно не просветленные, то есть мы не видим здесь вот этой голубоватой голубюзны, которая присутствует на объективах современных. Ну вот на Гелиосе 44М тут у нее не голубоватый, а зеленоватый оттенок, то есть это именно просветление. То есть нанесено отончайшее напыление, которое улучшает, скажем так, параметры объектива светопропускания и т.д. и т.п. На индустаре видите вот такой синеватого отлива просветления. На биноклях, на всех современных это сейчас применяется. Здесь же просветление отсутствует напрочь, что указывает нам практически однозначно на то, что объектив довоенный и года я полагаю конец 20-х, начала 30-х, может быть середина 30-х годов прошлого века. Но грешно такой объектив не попробовать в работе. Ну согласитесь со мной, да? Вот. Если мы его прилепим, допустим, к тому же Киеву, да, у которого отсутствует автоспуск, то мы еще получим ко всему прочему автоспуск. Ну правда всего на трех выдержках. 150 и 25. Вот такая интересная штука. Как это правда реализовать фактически я пока не знаю, но что-нибудь придумаю. Вот объектив видите имеет крепление для тросика фотографического. Нажимаем на тросик, и наш объектив радостно открывается, закрывается. Или же, если мы поставим его на моментальную выдержку. Так, почему он не закрылся на выдержке 50? Тросик, наверное, ему помешал. Не очень хороший тросик. Ну-ка. Да. Почему-то с тросиком он у нас только открывается. Ладно, не суть, разберемся. В общем, объектив интересен. Ну, что я придумал? Вот у меня имеет место быть такая крышечка, значит, с креплением на Bayonet F, или по-русски Bayonet N, да, вот, крышечка пластмассовая. Я думаю, внедрите вы сюда, но для увеличения расстояния от, скажем так, плоскости съемки. Применим вот такой переходник, черную трубочку, эбонитовую. Она у нас с резьбой, мы на нее накрутим этот объектив, ну, а дальше саму трубочку уже надо четко по центру внедрить в эту вот крышечку, вырезав предварительно в ней отверстие в центре, да, то есть находим центр нашего нашего вот этого защитного устройства нашей защитной крышечки. Находится это, скажем так, центр круга довольно просто, то есть мы рисуем в центре круга, в круге сопрягающийся с ним квадрат, где-то у меня была мангенция, по которой я центр вычислял, вот, чертим диагонали данного квадрата, куда я ее делал, ну, вот, все потерялось, чертим диагонали данного квадрата, вот, и по этим диагоналям, соответственно, находим вместе при сечении диагонали находим центр нашего круга, потом берем штангенциркуль, чертим, соответственно, от круга, значит, от центра круга, чертим окружность радиусом равной половине диаметра нашей трубочки, ну, и чем-нибудь потом ее вырезаем, да, хотя бы тем же штангелем, в принципе, я думаю, это у нас должно получиться, вот, ну, а потом, как его закрепить там, чтобы он еще перемещаться мог, над этим мы с вами подумаем, подумаем, а пока я, так сказать, с вашего позволения, буду вырезать это отверстие, потом покажу, что это получится, ну вот, труды наши праведные увенчались долгожданным и закономерным успехом, вот в результате, что у нас таки получилось, давайте посмотрим, вот такой мы имеем ввиду объектив пронта, посаженный, как я уже вам говорил, на переходную такую трубочку цилиндрическую из какого-то карбонита, карба, как оно правильно назвать, как, в общем, древняя пластмасса, вырезана в крышке дырочка, закрывающей отверстие в фотоаппарате в байонетной крышечке, ну и вставлена туда эта трубочка, которая для того, чтобы не болталась, дополнительно зафиксирована еще вот этим клеем из клеящего пистолета, то есть теперь прекрасно стоит и можно его поставить как на Киев, о, смотрите, какой получился замечательный смешной фотоаппарат и щелкать радостно. Также можно поставить и на, допустим, на наш Nikon вот цифровой, потому что байонет на крышке одинаковый, ну, конечно, крепление без фиксации получается, потому что нету на вот этой крышечке крепежа к фиксатору байонета, кнопку нажимать не надо, ну, посмотрите, какой смешной получился аппарат, так сказать, соединение позапрошлого, я бы даже, нет, прошлого, прошлого века и нынешнего фототехники, вот такой объектив с непросветленными линзами, а давайте-ка мы, ребята, что-нибудь попробуем сфотографировать, допустим, тот же Киев, да, так, включаем наш фотоаппарат, включен, включен, замечательно, вот, мануальный режим, ручной, ставим камеру, да, выставляем чувствительность пленки, так, где она родимая, 800 и выдержку 1,200, диафрагма на данном объективе открыта у нас на полную, по-моему, сейчас посмотрю, да, да, на полную, вот, резко, кстати, наводится путем вращения вот этой линзы, вот, ее покрутишь, и, в общем-то, резкость можно вести, сейчас наведу на резкость на наш, на нашу камеру типа Киев, ну, и давайте вместе с вами сделаем, так сказать, первый пробный снимок из этого чудесного фотоаппарата, так, наводим на Киев, щелкаем, ха, ну, вы посмотрите, какая прелесть, работает, ну-ка, 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 о, все получилось, видите, такие мягкие тона, вот она, эта камера только что нами снята, давайте что-нибудь еще снимем, мне понравилось, слушайте, прикольно, так, ладно, так, что там, можно еще попасть в объектив, вот эти вот коробочки, о, и они получились, правда, я дернулся, выдержка, а, резкость маловато, вот-вот-вот-вот-вот, то есть глубина резкости чувствуется, смотрите, они как бы в боке такое, они там не резкие, а кусок фотоаппарата получился довольно резко, слушайте, ну, тут простор для экспериментов, можно интересные портретные съемки сделать, разница в расстоянии, посмотрите, небольшая, между этими банками и фотоаппаратом, а вот все-таки имеет место быть, то есть, ребята, вот, новая эра фотографии, ставим старые объективы от старых камер на наши зеркалочки, экспериментируем с красивым боке, ну, боке, это не резкость дальнего плана, по фотографической терминологии продвинутых чуваков, а еще хочу, значит, попробовать его теперь, соответственно, и на, вот, на нашем этом Киеве, девятнадцатом, который тоже приобретен, но и он не просто так, а чтобы экспериментировать, ну-ка, что он показывает там, так, надо что-нибудь в поле зрения поставить, да, ага, смотрите, 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 да, видите, это, вот, таким образом, все прекрасно видно, ну, что ж, ну, что ж, конечно, снять, вот, таким образом, и сразу посмотреть, вот, в этом окошечке, что получится, мы не сможем, поскольку киев-то камера у нас, соответственно, пленочная, вот, давайте мы ее заведим, я тут вчера, похвастаюсь, приобрел, по случаю, две баночки вот такой фотки, микрад орто, что это такое, это перфорированная пленка, орто, значит, чувствительная, соответственно, орто-хроматическая, то есть она нечувствительна красному цвету, и применяется она для, в основном, микросильмирования, всякого копирования, не знаю, применялась, применяется ли сейчас, не знаю, но ширина 35 миллиметров, выпуск, октябрь 2006 года, вот, хочу с ней экспериментировать, чувствительность ее, конечно, очень низка, самая низкая любительская пленка у нас, как вы помните, была 32 единицы ГОСТа, что соответствует, что соответствует, если этот ГОСТ, так, это, что такое, ГОСТ ИСО, 25, 14, 25, 50, 25 ГОСТ, это 14 ДИН, соответственно, было, ну, 25 на сне, у нас было 32, 50 ГОСТ, это 18 ДИН, вот, в общем, это даже не 32 пленки, не 64, самая распространенная была, отечественная, негативная, вот, ну, и, разумеется, не как ФОМАПАН, которая у нас, шла там от 100, наверное, чувствительностью, да, это вот 200 на 36 кадров, чувствительность 200 единиц, ГОСТа и ЛИДИНА, вот, а это, соответственно, и не 64, то есть, эта пленка, насколько я понимаю, она по чувствительности ненамного превосходит фотобумагу, вот, то есть, единицы 2, 3 ГОСТа, она вообще, то есть, надо очень на длительных выдержках снимать, плюс, должны интересные цвета получаться, потому что красные она не воспринимает, вот, я отрезал уже от нее несколько кусочков, зарядил их в кассеты, как вы видите, пленка вот такая интересная, на цвет, желтая, то есть, по пленке МИКРАД от ОРТО, производства компании ТАСМА, казанской, ООО ТАСМА ХОЛДИНГ, я информации в интернете не нашел, чувствительность ее никто точно указать не может, буду исходить с того, что от 2 до 4 единиц ГОСТа она, вот, и исходя из того, что она желтого цвета, почитав информацию, я понял, что она примерно соответствует пленке МИКРАД 200, МИКРАД 200, которая как раз имеет вот такую чувствительность, и не чувствительно красного цвета, потому что на упаковке данного, так сказать, контейнера, данной банки, из-под Монпансия, так и написано, вскрывать и обрабатывать, при темно-красном свете, вы представляете, темно-красный свет для фотопленки, значит, она не чувствительно, к красным, так сказать, лучам спектра. Ну что, пленочка заряжена, покажу вам, как заряжать эту пленочку в камеру, на всякий случай, то есть мы ее берем, вытягиваем, о, смотрите-ка, вот она была на свету, как она поменялась, та, которая подвергалась свечению, и та, которая в кассете, видите, четкую грань, да, то есть работает, вероятно, эта пленочка, для того, чтобы видеть фотоаппарат, нужно примерно вот так вот, на две трети оставить, вот, низа пленки, так, а низ у нас вот здесь, вот, пардон, вот, головка катушки смотрит сюда, низ пленки, на две трети от низа пленки отступаем, нам нужно сделать фигурный вырез, вот такой, желательно резать не по дыркам, перфораться, чтобы он не порвался, и уголок поскруглить, ать, ать, вот такого плана должен появиться язычок, у этой пленочки, теперь берем наш фотоаппарат, открываем его радостно, вот так он выглядит в открытом виде, выдвигаем до конца подпружиненную рукоятку, вставляем сюда пленочку, рукоятку сдвигаем на место и закрываем, пленочка должна проследовать по лентопротяжному тракту, и попасть в фигурный вырез, зубец, вот видите, в катушке приемной, а перфорация должна лечь вот на зубья вот этого транспортировочного барабана, сейчас мы ее вставим, сейчас мы ее за зуб зацепим, зацепили, на зубья барабана положили, покрутили, закрутили, все, все лежит, проверили, можно закрывать, перематывать засвеченный участок, и наша пленочка готова к экспонированию, ну что, поэкспериментируем, потом составлю проявитель, из имеющихся у меня в наличии древних реактивов, и расскажу вам, что из этого получится, попробую проявить,